В историко-культурном центре состоялась традиционная встреча населения с представителями здравоохранения Ленинского городского округа. В ней приняли участие представители Видновской поликлиники, перинатального центра, стоматологической поликлиники и соцзащиты. В течение, вот на полунии, так сказать, за неделю до мероприятия поступают вопросы от населения. Не все могут прийти на встречу, но могут передать вопросы. Во всех средствах массовой информации нашего муниципалитета мы принимаем эти вопросы и передаем нашим сотрудникам учреждения наших здравоохранения. Многих гостей встречи интересовал вопрос предоставления QR-кодов непривитым и невакцинированным гражданам, имеющим медотводы в связи с хроническими заболеваниями. По теме разъяснение дала заведующая вторым терапевтическим отделением ВРКБ. Роза Ивлоева отметила категории пациентов, которые могут рассчитывать на отстрочку от вакцинации. Это те люди, которые видят хронические заболевания в период обострения. Если вы не получили QR-код, вы обращаетесь к терапевту, нашему хроническому клинику или там, где вы проживаете, если у вас есть молотворение. Соответственно, врач все это оформляет, после чего вам должен идти QR-код. Если QR-код вам не пришел, вы можете позвонить в единую диспетчерскую службу 122, на прайк-сиферной, далее с вами свяжется оператор, в котором вы объясните, что у вас есть метод по хроническому заболеванию, чтобы вам разблокировать социальный парк. Это в случае блокирования социальной парк. Роза Елоева отметила, что с 24 февраля возобновлены приемы всех узких специалистов. Запись к врачам открыта, а специалист перинатального центра пригласила женщин на ежегодные плановые осмотры. В знак благодарности участницы клуба «Активное долголетие» передали центру изделия для новорожденных, связанные своими руками. Это наши долголетие. Связали специально для новорожденных деток вот такие шапочки и пинеточки. Боже, спасибо огромное! Я хочу, что вы передали в центру, благодарю. Центр Вера. Центр Вера, да. Это очень необходимые вещи для новорожденных детей. Встречи врачей с населением проходят каждый месяц. Они позволяют не допустить в обществе распространения ложной информации. Ведь только так в прямом диалоге с представителями здравоохранения можно получить ответы из первых уст.